Все около 22 тысяч, но я так чувствую, что меня немножко обманули. Вот здесь в сити-центре стояло новое, по-моему, 16. Нет, там не новое стояло, а там она стояла значительно старше. Почему? Потому что она не могла стоить, потому что новая машина стоит вот такая вот 30 тысяч долларов в штатах. И 35 тысяч евро в Европе. Потому что в штатах идет поддержка Конгресса, поэтому они немножко дешевле их продают. Это было не новое, это было или 14-го, или 15-го года. Не может новая машина стоить 15-16, поверьте мне. Новая в смысле без побега. Ну да, может она ей лет много, но она стояла где-то. Она не мала, не где стоять. Итак, друзья, первый раз едем на электромобиле. Электроавтомобиль. Я пытался найти ручку коробки переключения передач. Джойстик. Нашел джойстик. Так-так. Ключей нету. А педалей сколько? Две как положено. Что вы себе думаете, что где-то где-то подорогу. Передняя панель. Да. Тронулся, короче, без правогазовки, без прямотока. Все как положено. Не ревел, не шипел, не орал. Очень удивительно, да. Первый раз на электромобиле. Это у нас такси так забирает. И мы едем в аэропорт. Завчера полетели, дорогие друзья. Сегодня уже... Да, обратно. Следующий пункт назначения. Масло часто надо менять? Да никто его не меняет вообще. Да? Потому что здесь масла не надо. Здесь только масло в редукторе полтора литра. Фильтров тоже нет. Нет, в двигателе, фильтра там воздушные, масляные, топливные. Масло действительно есть, меняется масло в редукторе, есть то, которое там, ну, как этот самый, или в электродвигателе, там его полтора литра, оно меняется раз на 80 тысяч. Ого. Так, еще раз, друзья, это Nissan Leaf, да? Да. Сколько вы уже на нем поехали? Я поехал на нем в 46 тысяч. Это за два года? Нет, за этот самый, за год и три месяца, чтобы так было. Прилично. Прилично, да. И на сколько хватает зарядки? Значит, заявлена эта машина на 200 километров пробега. 300? Да, 200 километров. Реально я на ней езжу в день, летом 150-160 километров, и потом с остатком пробега на 35-40 километров загоняю ее опять на зарядку. А зимой проезжаю 100-110 километров, 120 километров, в зависимости от того, какой мороз. Сейчас по этой погоде она пройдет 130 километров, но это я говорю все с учетом того, что в тот момент, когда мы закончим езду, еще останется когда-то 30-35 пробега. А где заряжаетесь, в гараже или? Дома у себя в гараже, в обычную розетку втыкаю, и вот как мобильный телефон, в шнур у меня. Ну, не было случая, чтобы пришлось остановиться, нет? Нет, я такого не допускаю, потому что на доске приборов вот есть 87 процентов зарядки, 151 километра пробега. Сколько полный заряд времени? Занимает где-то порядка 9 часов. Ага, ясно. Это если обычная розетка. Если обычная розетка. Если есть ускоренный вариант на заправочных станциях, можно зарядить ее за час-10, час-20. Ух ты, классно. А обогрев, как в Запорожье, печка стоит бензиновая, надо разжигать? Нет, в обогреве есть электрические терны, которые вот здесь включаешь. Вот пошла 90 фаренгейт, здесь температура, и вот ее включаешь, и начинает становиться жарко. Точно так же опускаешь фаренгейт, и не исключается кондиционер. А уже много по Одессе заправок? По Одессе достаточное количество. А есть, да? А скажите, вот здесь, в Сити-центре, две заправки, они платные или нет? Я просто не знаю. Практически все они платные. Все платные, да? Практически все платные. Ну, за какую-то карточку, да? Для заправки, ну, у нас основные заправки, это фирма Автоэнтерпрайз, которая Харьковская, и вторая фирма Тока. Автоэнтерпрайз подразумевает под собой положение финансового ресурса в личном кабинете, то есть регистрируешься, там вложишь деньги, потом, когда подгоняешь машину и втыкаешь в разъем зарядное устройство, идет идентификация автомобиля с тем личным кабинетом, в котором лежат деньги. То есть прямо через шнур идет идентификация? Нет, стоит датчик. А, отдельно датчик. Сколько стоит на платной заправке полная заправка? Не, киловатт, киловатт сколько стоит. Значит, один киловатт на платной заправке стоит в среднем 6 гривней. Ого! Почему говорю в среднем? Потому что на каждой заправке идет по-разному, там плюс-минус копейки играют, видимо, у них там тоже легально. И тут наживаются. Ну вот эта машина, у нее этот самый двигатель и батарея 30-киловаттная. Так, это вот 380 гривен, да? Ну, полную заправку никто ж не знает. Все равно заезжаешь, хотя бы 4-5 киловатт в машине есть. Ну, в среднем, в среднем сколько у вас обходите? Если вы дома заправляете? Ну, дома у меня я заправляю совсем по-другому. Я живу себе в частном доме. Я поставил счетчик двойного учета электроэнергии. Заряжаю ее ночью за 90 копеек. Ну, и в итоге, сколько у нас 100 километров получается при зарядке дома? Ну, вот 150 километров, чтобы мне проехать летом. Да. Мне надо где-то 25 гривен. Ах, как прекрасно. Литр бензина. Ой-ой-ой-ой-ой, литр бензина плохого. 80-го плохого, литр бензина. Это сказка. Как с батареей? Вы еще не меняли? Ну, батарея, значит, производитель говорит о том, что батарея должна ходить от 5 до 8 лет. Для того, чтобы она ходила как можно дольше, надо соблюдать ряд условий. Первое условие. Не злоупотреблять скоростной зарядкой. В той, которую я вам говорю, что за час 10, за час 20 отправляют. И второй момент. Не разряжать ее в ноль, эту машину. И тогда, как бы, батарея будет ходить дольше. Ну, я так понимаю, через 5 лет, 8, ее нет смысла будет менять батарею, потому что, наверное, дороже машины будет стоить. Ну, может, на сегодняшний день такая батарея новая стоит порядка 7 тысяч долларов. Ого. Она весит 380 килограмм и занимает пространство под нищим автомобилем. Сколько там, вольт 400 где-то, да? Я не знаю, сколько вольт 300, не знаю, сколько вольт, не скажу. 300 киловатт она по емкости, а сколько там вольт, я не скажу, потому что не знаю. Она состоит из 40 ячеек, что дает возможность отдельно заменять ячейки, если вдруг они там вышли из строя. Ну, вы довольны? Ну, я доволен. Это у меня второй автомобиль в семье. Это, по большому счету, мне, если надо ехать куда-то далеко, я сажусь на обычную машину, там, на Мерседес. А если надо ехать по месту, так я еду на этой машине. Прекрасно. Так, а остальное все там ходовая, а это надежно? По нашим ямам. Что-то меняли уже? Нет, я за год ничего не менял. Вообще. Вообще ничего. Какая прелесть. И не собираюсь еще в год ничего менять, а потом хочу собираюсь ее продать. Сальники, резинки. Нет, не собираюсь ничего менять. Буду дома. Не, ну я еще это сниму. С вами разговаривать одно удовольствие. Вы же нахожили. Класс. Это будет ролик, будет называться «Супер поездка с такси с настоящим одесситом». Существует еще действительно. Я по-моему чувствую, что вы тоже одесситы. Ну, таки да. Особенно я. Я вам скажу... Особенно ты главный. Причем тут особенно ты, я так и не понял. Вот Якира, да? Да. Еду тоже кастрюлю. Ну, это случай из жизни, не то, что, ну там что-то придумано, анекдот. Ну, тут сколько ехать по Якире туда, до Малиновска? Ну, пять минут, да? Да, меньше, наверное. Все. 11 часов ночи, тормозит Машка. Ну, скажи, что такое Машка, чтобы понимали. Не все знают. Кидается под это. Быстрее подвези, опоздала, все. Муж ревнивый дома, там сейчас бошку оторвет. Оторвет бошку, все. Садится. Сколько тут ехать? Три минуты, да? Три минуты, да. За три минуты мы начинаем снять душевный разговор. И на стоках входим в этот разговор. Мы приезжаем. Муж с балкона олет, это самое, где ты шлялась. Она наполовину за Тухисом вылазит из машины и продолжает со мной разговаривать. И возвращается. Я уже забыла про ревнивого мужа. Олет, отстанешь, ну все, дай мне это поговорить. Представляете, за три минуты. Ну, это надо быть искусством, понимаете? Потому что вы смогли за три минуты, а кто-то не смог бы за целый день. А кто-то и за всю жизнь не может. За три минуты, причем говорили на какие-то, не помню, уже нейтральные темы, там даже не на очень животрепещущие. То есть, как нужно было за три минуты войти в разговор с человеком, который... А что уже тянуть, когда 11 ночи? Ну да, уже пора. Да, да. До этого была паника и в истерике, что муж уже это самое оторвет бошку. Вот, до этого, да. До этого она думала, а теперь она уже думает за другое, понимаете? Потому что это отошло на второй план. Ну, а так, если притопить, хорошо подрывает, да? Подрывает, ну я сейчас вам покажу. Ну, только не здесь, да. Нет, ну я немножечко, я же говорю, налево. А за сколько там где-то, это, давили на гашетку? Сколько? Нет, ну я вам скажу, она максимально идет 150, дело же не в этом. Дело в том, что 150 она идет, но она тогда разрежает. Сильно большой расход. Потому что у нее есть такая, как крейсерская скорость, как и у всех. Крейсерская скорость 65 км. Это городская машина, но она сделана для гон. Ну да. Поэтому ее сделали 65 км и все, и она больше ничего не имеет. А больше жажать начинает? Начинает больше ездить. Ну, только бензиновая тоже начинает жажать. Конечно, конечно, конечно. Скорость. Но здесь же зависит от того, сколько надо проехать. И только надо это вот. Ну, если вы хотите, чтобы я вам показал, как она немножечко будет. Покажите, покажите. Это самое такое. Смотрите, сейчас мы имеем береги разгон. И надавили на гашетку. Ага. И вот она пошла, смотрите. Отлично. Пошла хорошо. Нет. А как мы будем там ездить? Теперь не за. У нас третий транс. Что вы себе придумали? Да, машину хотели взять на прокат, а я забыл. Машину хотели взять. Не берите себе в голову лишнее. Возьмете такси, да и поедите на такси. А на своей же интереснее. Так, мы же летим со старого терминала? Да, со старого. На своей это интереснее. Все, не берем. Понятно, что интереснее. Все, я еды не взял. Все пропало. Возьмете велосипед. Ты тоже не взял право право? Все пропало. Все пропало, да. Собирался, собирался и не. Значит, возьмем электроскутер. Я надеюсь, что он не по правам. За три минуты можно только договориться при наличии машины. Без наличия машина на пять минут. Да, с головы вылетела жаль. Я все разы, что был в Турции, всегда брал машину на прокат. А по сколько у вас самолет? 11.50. Ну так оставьте, папа, давайте мы отойдемся с вами, если вы себе хотите. А, у меня денег с собой нет, гривен вообще не взял. Дайте мне доллары, я вовезу за доллары, что вот это вот. Вы думаете, я не умею считать доллары в гривнах? Да, да, да. Не умею, все нормально. Блин, я не помню, где они лежат. Е-мое. Что, доллары? Нет, нет. Права. Да и доллары тоже. Так, все, мы приехали. 25 апреля 2019. Позавчера приехали из Дубая. Тут были 23-го. А сейчас мы снова на аэропорту Одессы, старый терминал. А сегодня мы отправляемся в Анталию. А с Анталии мы едем в Сиде, небольшой городок между Анталией и Аланьей. 60 километров от Анталии, 60 километров от Аланьи. Подорож. До Турции. О, как под заказ. Доброе утро. Поступающий. Наш проводник. Да, друзья. Это вам не дубайские авиалинии. Не Мау и не Флай Дубай. Где за стакан воды берут 3 доллара, как минимум. Это? Это? Украинская авиакомпания. Украинская авиакомпания? Как никак. Вот это да. Называется она? Азур-Дун. Да, вот так вот называется. О, герой номер, да? Совершенно верно. Итак, друзья. Еще раз. Азур-Айр нас приятно удивил. Позавчера летели в Плай Дубай. Позавчера летели в Плай Дубай. Ну что же? Богатый Дубай и то обтирается. Ну что же, начало хорошее, нужно сказать, дорогие друзья. Напочин хороший такой сервис. Это супер. Да. Так бы 6 баксов уже улетело, как минимум. Сейчас говорят, что такое только у Кадровских авиалий. Там только такое. А здесь, смотрите, Украина нашла чем уделить. Не, ну, он через где было бы. Ну, потом все вдруг стали жадные. Жадные и алчные. Да, это в самолете. Что, блин, не просто так. Есть и обходим. что-то? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok